Итак, всем привет, Sloth United снова с вами, и мы сегодня будем играть в пьеса 2011. Вышла уже демо-версия 2012-го пьеса, но это предварительная демо-версия, в неё мы ещё успеем поиграть. А пока вспомним, что же было в 2011-м пьесе хорошего, и что было плохого относительно геймплея. Сейчас мы с остановочкой поправим, сыграем Манчестером, допустим, Зенитом. Так, так, ну, всё нормально, сейчас я поставлю вам, да, вот этот мячик какашечного цвета, чтобы вам было хуже видно, ещё, чтобы, да, надо дождик поставить, чтобы настроение ещё больше испортить, вот, вот, прекрасно. Это будет такой мрачный, тёмный матч на Old Trafford. Хочется сразу сказать, что заставка на порядок лучше, чем FIFA, есть под трибунное помещение, игроки похожи сами на себя, для FIFA это странно. Там, не могут нарисовать, видимо, под трибунного помещения, ленятся, а вот у японцев всё это есть. И поэтому игра приобретает такое более цельное впечатление. У детища EA Sports, ну, мы, например, никогда не узнаем. Флетчер перед нами или Кэрик, если только спиной его не развернём и не прочитаем. Ну, я думаю, мы не будем сейчас до самого конца эту заставку смотреть. Ну, вот пока полюбутся на состав и команд, пропустим сейчас и начнём, собственно, играть. Сразу же камера, обратите внимание, она вызывала у многих нарекания, но мне лично она нравится. Сейчас это, как сказать, стоющее полное представление, то, что происходит на поле. Сейчас мы... Сейчас мы проведём разящие атаки. Пес рандомный. Пес в этом плане превосходит FIFA во много-много раз. И пусть даже здесь, может быть, не всё так круто со столкновениями. Может быть, здесь удары какие-то корявые. Случаются. Не все, конечно, но случаются. Пусть вратари, может быть, не тащат, как FIFA. Но, знаете, вот эта вот футбольная скучность, она здесь присутствует в полной мере. Потому что футбол — скучная игра, по большому счёту. Редко бывают матчи, где там все 90 минут, запредельные скорости, невероятные передачи. Да и в основном это скучное топтание в центре поля и с изредка проходящими вылазками в штрафную. Вот, собственно, весь футбол. И Пес действительно нам показывает этот самый футбол. Вот вы, я понимаю, сейчас ничего не видите, ориентируетесь только по тени от мяча, я вас понимаю. Но в действительности, в действительности, мне это нравится. Таким и должен быть футбол. Если поклонники FIFA говорят о том, что FIFA — реалистичный футбол, извините, это не так. Реалистичный футбол — это Пес. Другое дело, кому нравится реалистичный футбол, а кому нравится аркадный, здесь уже дело вкуса. Я лично и сам не прочь поиграть в аркадный футбол, если только он не переходит в унылое однообразие, в которое FIFA 1, собственно, и перешла. И вообще вся серия FIFA этим страдает, но мы не будем сейчас об этом. Мы играем в Пес и наслаждаемся таким российско-английским противостоянием. Широков, но у него перехват мяч Пак Джисун. Хорошая передача, Бербатов, надо обострять, здесь Руни. Но отнимает мяч у него Бруно Алвиш, и на этом атака Юнайтед прекращается. Да, я думаю, не стоит вас заставлять смотреть весь-весь-весь-весь-весь этот матч, но все-таки давайте уж насладимся игрой. Я постараюсь комментировать на достаточно, знаете, таком незанудном уровне, но все же попутно отмечая все недостатки и достоинства. Вот она передача, ну-о-о! Ну как же не забили-то? Момент был шикарный, но увы. Здесь Видич в центре поля сражается с Широковым, но в итоге Роман борьбу выигрывает, и еще и так, нарушили здесь на нем правила, это Пол Сколлс постарался. Вот обратите внимание, втроем не смогли отнять. Ну вот, анимация столкновений вновь на ваших экранах была. Подача штрафную. Подачи тоже у многих вызывали нарекания, но я уже успел поиграть в 2012-ю демку, и там это исправили. Вот еще раз. Да что ж Сколлс так не взлюбил футболистов Зенита? Сейчас Дани будет бить. Ну давай, решай момент! Не попал. Не попал. Так. Вот видите, штрафной. Ну штрафные вот в Песе не удались, как считают многие. Из болельщиков бить их очень сложно. Геймеры негодуют, особенно Школота, которым подавай прицел, чтобы там, не знаю, нажал чуть-чуть на кнопочку, он сразу залетел в девяточку. В Песе тяжело придрочиться к ударам, поэтому... Ох, какой момент! Ну что же снова-то? Не сумели красные дьяволы забить. Моя вина. Ну и контратвет Зенита. Дани на фланге. Против него Рафаэль. Ну и Дани оказывается хитрее. Губачан! Разворот! Удар! Гол! Ну что же прозевали-то, а? Эх! Я вот сейчас сам негодую. Как же, ребята, вы так... до такой ручки дошли. Ну посмотрите, как он развернулся. Это видеть. Вот, еще раз. Еще раз. Насладитесь этим поворотом. Причем, поворачил стон. Поворачил стон. Да, через сторону Видича. Видича куда-то вперед убежал. И вот из-за этого мы пропустили. Ну ничего, ничего. Наши парни, они славятся характером. Вот недавно, как они у Манчестер Сити выиграли. 2-0 проигрывали по ходу игры, но... Потом смогли переломить ход. И выиграть 3-2. Я до сих пор помню этот гол на Ни. Уже в компенсированное время. Ко второму тайму сумели парни одержать победу. Ну а что? Мы же играем-то не с Манчестер Сити, а с Зенитом. Ронни! Ну как же так? Как же так в сантиметре? Буквально... Может быть там и сантиметра-то не было. Ох, какой момент! Малафеев выносит мяч подальше от собственных ворот. Здесь на Ни. На Ни принимает мяч Рафаэль. Хорошая передача! Бербатов! Руни! Еще один пас пяткой на Пак Джессона. Пак Джессон подключает Скоуза! Скоуз на руне! Но здесь уж совсем замельчили. Передачи стали короткими. И не все ж такие технари, как Руни. Сбивают Пак Джессон, но не было нарушения. А вот здесь вот нарушение было. И судья наказывает Скоуза. Правда, всего лишь устно наказывает. Но вот обратите внимание, здесь вот судья нарушения не увидел. Бывали там игра в мяч, а вопрос спорный. Но какой-то там толчок он заметил. Обратите внимание, по фолам 4-0. Я бы не сказал, что мы играем как-то грубо или жестко. Но вот судейство, судейство напрягает. Я помню, вы все хвалили судейство в демо-версии ПЕС-2011. Да, вот там судья как-то разбирался. А здесь... Здесь... Ну, вы сами видите. Какие-то неочевидные толчки он фиксирует. А подкаты порой стопроцентные, где явно был фол, судья не замечают. Бербатов, Флетчер. На НИ. На НИ, на Руни. Руни, удар. ГОЛЬ! Гол! Пес у меня вызывает эмоции настоящие! Здесь каждый гол, это, не знаю, это всплеск адреналина. Потому что... Потому что действительно чувствуется, как он был забит. Чувствуется, что это плод какой-то более-менее осознанной комбинации. И удар. И удар, конечно, шикарный у Руни удар получился. Ну ладно, я уж избавил вас от просмотра повтора. Так что давайте продолжать игру. Тем более у нас первый тайм уже практически подходит к своему завершению. Но наши парни сравняли счет. То ли еще будет. Однако пока владелец футболиста «Зенита». Но перехват по Джесун, Руни. Хороший пас. Бербатов. Я, конечно, понимаю, что качество видео оставляет желать лучшего. Но уж простите меня. В следующий раз я постараюсь кое-что исправить. Сам негодую по этому поводу. Причем так дико негодую. Между тем уже пора свистеть. Ну вот судья просто слышит. Начинается второй тайм. Киржаков в центре поля. Тенисов. Анюков. И пас в никуда. Многие такие вот, как вам сказать, любители аркад, я не буду никак больше обзывать, они негодуют по поводу передач. То есть передачи-то здесь нормальные. Но им надо управлять вручную. А вот этого многие не любят. Они говорят, ой, ой, он сейчас удар корявый получился по Джесуну. Вот сейчас я на секунду прервусь. Обратите внимание, как он пробил. Он пробил... Ну, здесь это смотрелось еще более-менее уместно. Но когда игрок вот с 40 метров прикладывается вот так вот, это выглядит нелепо и совершенно бесполезный удар. Бесполезный трат сил. Я не знаю. В Konami надеюсь, что это исправят. Уже в 12-м... В 12-й части симулятора. Руни, Сколлс и... Нани. Вот, Нани подключают, но пройти мне не удалось. Я сам затупил сейчас. Затупил сейчас и... Бывает такое. Все-таки на клавиатуре играю, не на геймпаде. Конечно, на геймпаде играть гораздо удобнее. Вот что я вам скажу по поводу этих передач. На геймпаде как-то уже и не замечаешь. То, что надо постоянно нажимать, выбирать направление. Привыкаешь. На клавиатуре приходится чуть дольше. Адаптироваться. Но в конце-то концов у меня это получилось. А я далеко не самый пряморукий геймер. И вот момент. Руни! Тащит Малафеев. Вот сейчас вратарь сыграл действительно здорово. Потому что могучие удары Руни. Не каждому галкиперу под силом. Киржаков! Потерял мяч против обостров Рафаэль. Ну вот сейчас. Неужели не было нарушения? Может быть и не было. Может быть и не было. Я не судья. Судье виднее. Ладно. Он сегодня в своем стиле. Суэс Коулс! 2-1! Вот это да! Вот когда ничего не предвещало гола, я, знаете, на удачу сейчас бил. Честное слово. И у Пола Скоулса хватило сил, хватило опыта нанести такой, не берущийся удар. Давайте насладимся еще раз. Вот здесь все-таки мячи забиваются не так, как FIFA однообразно. Здесь, ну, любо-дорого посмотреть на каждый забитый мяч. Ну и, конечно, вратари бывают, играют как затупки. Но вот сейчас Малафеев не справился, не справился с этим пущенным со скоростью ядра мячом из тюленей кожи. И я не знаю, с какой, но вы меня понимаете. Эскимосы тоже же играли в футбол когда-то. И они делали мячи из тюленей кожи. Но это, естественно, какой-то английский вариант подобного мяча. Не знаю, чем англичане могут набивать мяч. Могут чаем. Они же пьют чай каждый день в 5 часов. Но не в этом суть. Не в этом суть. Суть в том, что... Суть в том, что мы играем в пест... О, опа! Да неужели судья увидел нарушение? Да я просто, вы знаете, так... Даже не ожидал, что он просвистит. Но просвистел. Значит, не так безнадежно этот парень. Руни. Ну какой ж корявый пас. И вот эти вот недопонимания, они же в жизни тоже случаются. А вот в FIFA их практически нет. Так. Ага. Отлично. Мы вернули мяч. Правда, ненадолго. Здесь Бруно Алвес. Ну и снова игроки Зенит как-то не мудрствуя лукавым. Выбивают мячи постоянно за боковую. Но вот сейчас они пытаются начать какую-то осмысленную атаку. Дани переводит вперед. Но здесь Рафаэль да Силва. Ему здесь равных нет. Фердинанд. Видич. Фердинанд.